Торнадо Энерджи! У меня все старое, все настройки слетели, все заново, поэтому я даже не знаю, насколько качественной получится картинка в этом видео. Поэтому, ребят, в честь моего возвращения, давайте, вот вам два победителя с прошлого ролика, а в этом ролике сделаем три победителя по 1000 игрового золота. Среди тех, кто поставит лайк или дизлайк ролику, а также напишет комментарий по теме ролика, в конце комментария указав свой танковый ник. Именно на танковый ник, который вы и укажете, придет в случае вашей победы игровое золото, но уже в начале следующего месяца. В этом, за май месяц, уже все выплаты по голде были произведены. А в этом видео, точнее в этом выпуске передачи вот этой новости, я, ребят, хочу с вами обсудить все самые важные новости, которые появились в мире танков за последнее время. Итак, ребят, давайте начнем с того, что патч 1.5.1 выходит на следующей неделе примерно 11 июля, как раз таки через недельку. Что будет в этом патче? Я просто коротко, прям очень коротенечко напомню, что там в основном, вот на что стоит обратить внимание, это переделка Леопарда и СТБ-1. Ну и также восьмерки и девятки, ведущих к этим танкам. То есть их ап, Леопард мне ап понравился, СТБ ап неплохой, но мне не понравился. Это коротко, если об этом говорить. Что касается модов, ну ничего там сложного, да я не буду ничего говорить про моды, а то как всегда сглажу. Будут ли новые моды? Вряд ли, мы все еще не можем никак договориться с разработчиками о замене двух забаненных модов. С этим разобрались. Но если вам до 11 числа хочется каких-то обновлений, то вот пожалуйста, разработчики нам что сказали? Разработчики нам сказали, что с 4 июня по 10 июня, как раз до последнего дня выхода патча 1.5.1, точнее перед выходом патча 1.5.1, они планируют запустить тестовый сервер песочницы. Еще раз говорю, на тестовый сервер песочницы просто так войти нельзя. Во-первых, ее нужно будет установить только через Wargaming Game Center. Во-вторых, это отдельный клиент, так же как и общий тест патча ставится в отдельную папочку. Но и этого еще не все. Чтобы все это сделать, у вас должно быть приглашение на тестовый сервер песочницы. Я вам оставлю ссылочку в описании под этим видео. Если кто-то хочет получить приглашение на тестовый сервер песочницы, заходите, ну, авторизуйтесь на сайте Wargaming'а и говорите, я хочу на тестовый сервер песочницы, нажимайте специальную кнопочку. Зачем? Затем, что разработчики обещают нам на песочницу выкатить изменения по специальным, то есть то, что мы называем голдовыми снарядами, то есть голдой снарядом. Что они хотят сделать, неизвестно. Написали, что мы хотим попробовать новое изменение в специальных снарядах. То есть, я напомню, они уже много чего пытались. Одним из изменений, которые было полгода назад в декабре месяце, которые они выкатывали на суд общественности, было изменение в том, что голда пробивает больше, но наносит урон меньше. Тогда мы нашли в этом как плюсы, так и минусы. И что будет на тесте песочницы, я понятия не имею, потому что мне сказали, что там хотят что-то новое попробовать. В любом случае, я буду, по крайней мере, планирую стримить с песочницей. Поэтому я вам рекомендую, если у вас в самом нет желания там ставить эту песочницу, и в чем-то разбираться, просто приходите посмотреть стримы. А если вообще время ограничено, приходите, я сделаю краткую выжимку, опять же, в формате новостей или в формате отдельного видео с мнением по данной новости. Пока не забыл. Значит, с песочницей мы разобрались, с изменением снарядов разобрались. Маленькая ремарочка для донатеров, ребят. Я знаю, многие из вас кричат, я не донатил игру, фиг вам, а не деньга, картошка. Но, тем не менее, кто-то же премиум аккаунт и премиум танки покупает. Поэтому для вас эта информация, я думаю, тоже будет полезна. Сейчас на весь месяц есть очень интересное предложение от Wargaming в премиум магазине для тех, кому нужен премиум аккаунт. То есть, обычный премиум аккаунт на месяц стоит 550 рублей. Здесь же за 550 рублей есть специальное предложение, где вам дают еще в нагрузку слот. Те же самые 30 дней танкового премиум аккаунта. Премиум танчик, по-моему, третьего уровня. И самое важное, x5 опыта за победу в 15 боях. То есть, боевую задачу на 15 боев. Если вы хотите что-то ускоренно прокачать и при этом донатер, то есть, покупаете премиум аккаунт, то рекомендую вместо обычного премиум аккаунта приобрести именно вот это вот предложение. Напоминаю, что оно весь месяц будет действовать. Еще интересные новости касаются реферальной программы. Дело в том, что реферальную программу разработчики запустили больше 4 месяцев назад. Так называемая рефералка 2.0. Я напоминаю, что в этой реферальной программе, если вы уже как бы давно играете в игру и являетесь командиром и можете себе позволить пригласить игроков или же создать твинка и пригласить его к себе, да, то в качестве награды для вас это будет, помимо всяческих других плюшек, премиум техника 8 уровня на выбор один из четырех танков. Или, если вы вступили к кому-то, то есть вы не командир, а именно реферал, рекрут, скаут, называйте как хотите, то вы можете выбрать себе танк седьмого уровня. Все это отлично знают. Так вот, ребят, 120 дней прошло, и с 4 июня, по идее, должна была быть стартовать второй этап реферальной программы. Но, как вы думаете, что? Правильно, ничего. Разработчики написали, что они не планируют по истечении этих 120 дней что-либо менять в реферальной программе и запускать второй этап рефералки, ссылаясь на то, что у них еще ничего не готово. Перефразил я, перефразил я, тьфу, блин, короче, язык заплетается. Перефразирую русским языком. Они увидели, что народ у нас мудрый, хитрый, и вместо того, чтобы приглашать рефералов, он просто-напросто берет и выкачивает себе твинков, которые после выкачивания премтехники на основном аккаунте просто-напросто выбрасываются, а значит не создают онлайн, значит не приносят деньги картошке. Их, в принципе, частично это устраивает, потому что на фоне общего хайпа люди-то все равно приходят и возвращаются в игру ради премтанков, и народ играет, то есть положительный эффект есть, но они хотят большего положительного эффекта и будут что-то менять в сторону противодействия хитропопости. Так что, ребят, значит, кто уже двух рефералов вкачал? Облом, так же как и я, сидим со всем лапу, потому что нам двух новых рефералов, я сегодня специально разработчиков спросил, говорю, вы хотя бы если условия менять не хотите, может быть вы просто откроете еще возможность вкачать двух рефералов, чтобы люди могли, ну, всю премтехнику из доступной выбрать? Нет? Нет. Все, пока новые условия не будут, новых рефералов нам скачивать никто не дожит. Для тех, кто уже имеет парочку рефералов, но они еще не дошли до самого конца, все хорошо, спокойно проходите дальше, рефералку никто не закрыл. Просто-напросто не открыли вторую стадию этой самой рефералки. Все с этим, я думаю, понятно, все нормально. Печаль, потому что у меня еще в марте два реферала прошли, вернулись в игру, не новые игроки, старые вернулись в игру, получили свою премтехнику, я получил вместо премтехники кредиты, и, в общем, все остались довольны. Так что вот так идет. С этим вопросом закрыли, и, на самом деле, печаль. Еще одна новость к нам, ребят, с нами, к нам пришла из Европы. В общем, там стартовал режим генеральное сражение для танков восьмого уровня. Напомню, генеральное сражение, это на картах 1,4 на 1,4 километра, то есть в полтора раза, даже больше, чем в полтора раза, более объемные карты, более масштабные, и воюют там 30 на 30 танков, только десятого уровня. Так вот, в Европе запускают такую же фигню для танков восьмого уровня. Причин радоваться я здесь никаких не вижу, потому что у меня генеральное сражение на протяжении всего его существования выключено, я туда заходил только для того, чтобы выполнить какие-то ЛБЗ, да, ЛБЗ там можно выполнять, вот вам маленький лайфхак по нанесению уронов. Чем больше танков, тем потенциально больше вы можете нанести урон. 10 тысяч урона на фаше Б я нанес именно там. Но все равно я не играю на генеральном сражении, и не знаю почему, не знаю, может быть просто вредничаю, может быть просто стада 30 на 30, это для меня перебор. Но в любом случае это планируют запустить, я вот больше чем уверен, если в Европу уже выкатили, да, пусть и в тестовом варианте, но на основные сервера, значит что? Правильно, значит и к нам, в РУ регион, глядишь, недельки через две, может через месяцок, а может еще раньше, придет вся эта фигня. То есть можно будет поиграть на танках восьмого уровня. И первое у вас возникает в голове, что? Правильно, премиумные танки. Ура! Я захожу в генеральное сражение на танки восьмого уровня, вижу только танки восьмого уровня, а значит мне не нужно возить с собой много голды, а значит я красавчик и буду фармить. Обломитесь, потому что вы не помните основной принцип генерального сражения, в отличие от линии фронта, на которую вы специально выбираете режим и заходите. Генеральное сражение является лишь расширением случайных боев, и попасть на этот режим можно исключительно случайно. То есть голду с собой возить все равно придется. Но тем не менее, если вы туда попадете, использовать голду совершенно не обязательно. То есть в любом случае, включить на прем танках этот режим стоит, для того, чтобы тупо фармить там. Но опять же, только если у вас не фулл БК голдовых снарядов. Хотя бы половину возите ББш, к вам все равно в генеральном сражении их не хватит, и вы зарядите голду. Если вы, конечно, вообще вспомните про эту галочку. Такая себе новость, согласитесь, но тем не менее, она важная. Не уходя далеко от темы премиум танков, напомню, что на Твиче стартовала акция, да, совместно с Варгеймингом и Твичом, уже пакет эхо выкатывают, и бог с ним, с этим королевским тигром, Кинг Тайгер, захваченный, да, потому что для того, чтобы он у вас был на аккаунте, вам нужно держать в постоянке подключенный аккаунт Твич Прайм, то есть оплачивать его на постоянной основе все время. Забыли про это? Я уже понял, что никто не хочет этот танк иметь в аренду на постоянной основе. Но не забывайте, что на две недели, а через неделю у нас линия фронта, СТРВС-1, на которой можно играть на линии фронта, и уберфановый танчик, АМХ-13-57, можно получить, даже если вы подключили Твич Прайм в качестве демонстрации на одну неделю. Главное потом не забудьте карточку отключить. На нашем сайте про танки ТВ есть подробные инструкции по подключению, и я не рекомендую пропускать возможность получить, пусть и в аренду, два хороших премтанка на две недели. Более того, там еще и премиум аккаунт, хоть один день, но все равно премиум аккаунт. И командир, к сожалению, я в прошлый раз не знал, ошибся, потому что смотрел только через клиент игры, но командир садится только на танки американской ветки. Понимаете, да? Но у него три перка. Первый нулевой боевое братство, и два вы еще можете вкачать. Неплохо, совершенно неплохо, с учетом того, что, ну, по сути, все, что вам нужно, это либо приобрести на три дня демонстрационный твич премиум аккаунт, либо самому его оформу. Опять же, инструкции есть. Ну и в конце июля, ребят, стартует у нас опять сезон очередной на глобальной карте, где будет война за камуфляжи, где будет у нас война за акционные танки десятого уровня. Рекомендую, если будет Чифтейн, выбирать Чифтейн или 907-го. Что касается, как нужно вступить в клан, желательно в активный клан, который планирует играть на глобальной карте. Для поиска клана и, так сказать, поднятия собственных результатов в рандоме еще есть месяц. Не рекомендую отказывать себе в этом удовольствии, и даже если ваш клан будет филонить, в любом случае клановые резервы это одна из сущностей в нашей игре, которые позволяют больше фармить и вывозить опыта. Поэтому нахождение в клане, даже если вы не играете на глобальной карте, но по какой-то причине вас в клане сохраняют важные вещи. На этом у меня на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Подписываемся на канал. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok